Судебная система Кыргызстана узнает свой уровень доверия у граждан. Так, в рамках программы по повышению доверия общества к судебной системе в Кыргызстане среди граждан проведут соцопрос о доверии к данной системе. В частности, при поддержке международных организаций внедряется пилотный проект в нескольких районных судах. По словам разработчиков, планируется полностью автоматизировать и внедрить современные цифровые технологии в судебную систему, тем самым сделать это направление более открытым и прозрачным для общественности. Подробности материаля Эрмега Куренкеева. В последние годы в обществе бурно обсуждается судебная система страны. Некоторые негативно относятся к этому процессу, а другие же, наоборот, принимают активное участие в этом и предлагают разные варианты по реформе одной из ветвей власти. Справедливости ради надо отметить, что судебная система по сравнению с прошедшими годами показала положительные сдвиги. Да, есть негативные моменты, но благодаря политической воле руководства страны и поддержке международных организаций, прежде всего в разделении собственного опыта, в нашей стране работы по прозрачности и открытости судебной системы идут гораздо быстрее, нежели в других странах. В нашем государстве уделяется большое внимание именно повышению. Это стратегическая цель развития судебной системы, это повышение доверия гражданского общества в судебной системе. Проделана большая работа, и я уже отмечала об этом в своем выступлении. Это совершенствование законодательной базы. Раньше опросы о доверии к судебной системе проводили неправительственные и международные организации, но теперь инициатива исходит от самой судебной системы. Будут создаваться рабочие группы, они составят перечень вопросов. Респондентами выступят обычные граждане. Вопрос поставлен не так, что вы доверяете или нет судебной системе, а как должны проходить судебные процессы и отбор судей. Было запланировано подключение более 60% зданий местных судов к возможностям, то есть к интернету, через которые могли бы публиковаться судебные решения. Был создан и запущен сайт публикации судебных актов. Данная программа призвана решить новые задачи, обусловленные стремлением Кыргызстана соответствовать мировым стандартам в области осуществления правосудия, а также развитием информационных технологий. По словам международных экспертов, внедрение и реализация этой программы в судебной системе вернет не только доверие граждан, но и повысится престиж страны в Центральной Азии, как истинно правового, уважающего закон и права граждан демократического государства. Самая главная цель – это улучшить доверие в судебной системе. Но как? Через реальное изучение практику, обобщение практику и тоже измерение уровня доверия населения в судебной системе, чтобы самая судебная система создала свою надежную информационную базу. В рамках программы планируется обучение регулярное повышение квалификации судей. Также будут проводиться тренинги для работников правоохранительных органов, судов и адвокатов по новым УК и УПК КР. Кроме того, будут внедрены цифровые технологии, где все судебные процессы будут транслироваться в режиме онлайн или записываться, что позволит исключить фактор давления и коррупции.